Музыка В Камраде проходит открытый отборочный турнир по шахматам, где принимают участие не только спортсмены из Гагаузии и Камрадского района, но и с многих других районов Молдовой с шахматными досками играют как чемпионы Европы и мира, так и международных соревнований. В финал пробьются самые сильнейшие шахматисты, которые потом будут представлять Гагаузию на чемпионате Молдовы и в различных других соревнованиях. Открытый турнир по шахматам прошел шахмат на шашечном клубе Муниципе Камрад и собрал лучших шахматистов Молдовы. Они провели по несколько партий. По словам ребят, не всем удалось сохранять лидерство. Кто-то проигрывал, а потом брал реван. Нормально, весело. Более-менее две партии выиграл, пять проиграл. Все отлично у меня проходит. Готовлюсь потихонечку на сильных соперников. Я сегодня выиграю только один. Было печально, потому что много попадали с хороших соперников. Мне нравятся шахматы. Я их люблю. Одну из них я выиграла, другую проиграла. Тут все достойные соперники. Волнительно. Легко играть, когда легкие соперники. И очень тяжело, когда играем с достойным соперником. Нелегко их играть, потому что нужно думать. Нужно думать и размышлять, какой более ход может сделать соперник. И при этом сделать такой ход, чтобы выиграть. Соревнования проходят хорошо. Мы уже сыграли два тура. Сегодня еще будет три тура, завтра четыре. Это очень хорошее соревнование, потому что очень много соперников с разных регионов. Это очень интересно, когда вы можете поделиться своим опытом с другими людьми. Они могут тебя научить чему-то другому, что ты не знаешь. Поэтому я считаю, что это очень здорово, когда люди передают свои знания другим. Абашкан Гагузи Ирина Влах на открытии турнира отметила, что в зале сидят будущие чемпионы Европы и мира. Шашки – высокая интеллектуальная игра, позволяющая детям демонстрировать знания за шахматными партиями. Также отметила, что готова посодействовать открытию Камрати шахматной школы, так как желающих заниматься этим видом спорта немало. Понравилось. Я хочу, ребята, сказать вам огромное спасибо за то, что вы в своей жизни сделали правильный выбор и решили заняться этим видом спорта, решили заняться шахматами. На самом деле все те, кто занимается шахматами, кто любит шахматы, это интеллектуально развитые люди. Это люди, у которых логика развита настолько хорошо, что это позволит вам всем, каждому в отдельности, когда вы станете взрослыми, получить такую профессию, благодаря которой вы будете хорошо жить, вы будете счастливы, вы будете здоровы, у вас будет хорошая профессия, у вас будет хорошая зарплата, у вас будет очень-очень много возможностей, потому что вы уже сейчас очень талантливы. А талантливых людей всегда ждет удача. Но чтобы стать талантливым человеком, надо, конечно же, очень много работать. Я поняла, что вот здесь, вот в этом зале находятся именно те ребята, которые много работают, мысленно работают. Вот у вас самый тяжелый труд, но в то же время он и самый интересный. Что мне в вас нравится, что вы очень увлечены. И вы любите то, чем вы занимаетесь. Я уверена, что все вы отличники. Я просто уверена, что вы все хорошо занимаетесь в школе. Я уверена, что вы любите своих родителей и тренеров. Так? Да. Правильно. Вы уважаете старших и наверняка вы защищаете младших. То есть вы хорошие, хорошо воспитанные и мудрые ребята. Я хочу поздравить вас всех с этим соревнованием. Я уверена, что вы здесь, в Гагаузии, приобрели друзей, приобрели товарищей и партнеров. А наши ребята из Гагаузии тоже познакомились с ребятами из других районов нашей очень красивой республики. Я очень хочу, чтобы вы дружили. Я очень хочу, чтобы вы продолжали общаться. Продолжали помогать друг другу, поддерживать друг друга. От вас зависит будущее нашей страны. И чем больше у вас будет хороших результатов, тем больше у нас будет возможности гордиться за вас. И мы уверены, что вы и дальше будете продвигать нашу страну на европейских, на международных различных соревнованиях. У нас должно быть очень много побед благодаря вам. Вы мне обещаете, что вы будете чемпионами? Да. Все. Я даже абсолютно в этом не сомневаюсь. Я знаю, что в этом зале находятся чемпионы. Я вас всех крепко обнимаю. Каждого из вас целую. Первенство. То есть везде, где вы будете участвовать, вы везде будете победителем. У меня рука очень легкая. Так? Подтвердите? Да. Да. Поэтому хочу отдельные слова благодарности сказать нашим тренерам, руководителям групп, которые привезли детей к нам. Огромное вам спасибо, что вы откликнулись на приглашение руководителя района администрации Камрадского района. Спасибо вам огромное. На самом деле мы очень заинтересованы в том, чтобы наши дети соревновались. В хорошем смысле этого слова соревновались. Чтобы наши дети узнавали нашу страну, чтобы мы приезжали друг к другу, чтобы мы передавали нашим детям и соперничество, но в то же время и поддержку, умение поддерживать и помогать друг другу в различных ситуациях. Мы живем в очень маленькой стране, в очень красивой стране, но, к сожалению, ребята, мы очень мало знаем друг о друге. И благодаря тому, что ваши тренера вместе с вами приезжают в Гагаузию, наши приезжаем, мы приезжаем к вам, мы друг друга узнаем. А у нас очень красивые традиции, у нас очень красивый язык, и русский, и молдавский, и гагаузский, какой хотите. Нам есть чему учиться друг у друга. Поэтому огромное спасибо руководителям и тренерам за то, что вы сегодня вместе с нами. Я надеюсь, что мы еще будем с вами встречаться на различных площадках, и двери Гагаузии для всех вас открыты. Главный судья соревнований Андрей Чешмиджи отметил, что это настоящий праздник для спортсменов, так как они могут не только завоевать призовые места, но и поднять свой рейтинг в шахматах, а также получить опыт и познакомиться с друзьями. Это очень важная встреча, к которой мы очень долго готовились. Сегодня в зале почти 100 человек из 12 районов. Дословно, начиная с Деньюшан, почти 300 километров. Бельцы, дружные команды, Сынжирей, Палешты, Флорешты, Яловены, Унгены, Бесторапка, Тараклия, Кагул, Камрат и Кадаклия. В итоге, в этой дружной бригаде осваивают призы на открытом сервисе Камратского района, который мы проводим благодаря Ивану Петровичу Табал, председателю Камратского района. Поэтому, чтобы я много не говорил, мы все вам рады. Прошлый год был особо удачным. Сегодня больше 10 человек, которые были на чемпионате Европы и мира. Гости из Федерации шахмат и из муниципи Кишинев отметили, что в зале сидят лучшие из лучших. Они не только поднимут свой рейтинг, но кто-то может его и опустить. Скажу, что очень даже пора, очень интересный турнир. Пора был свой зал клуба, который, я так понял, что он недавно построен. Арендуете. Да, вот, конечно, пожелания очень большие, чтобы, если будет возможность, как говорится, расшириться. Потому что спортсменов именно из Гагузии довольно много в последнее время появились. Очень талантливые. Есть чемпионы Молдавии. Есть девочка Михайлова Алина, которая играет уже за сборную Республики Молдавии на Олимпиаде. То есть Дону Кишмиджи вошел в состав Федерации Республики Молдова как член Федерации. И представляет Гагаузию конкретно, то есть Юг Молдавии. Это, конечно, большой плюс. Ну и хочется пожелать не только, как говорится, местным, комратам, но всем пожелать, чтобы были хорошие результаты. И наш флаг Молдовы был не только на городском и местном уровне, но и на уровне мировых. И чтобы мы триера и представители гордились результатами наших учеников. Ну и поздравили всех с хорошим. Приучить администрацию района за блестящий турнир госпожи Башкан, за такое, на огромное, на мой взгляд, влияние к шахматам. Поверьте, в Кишиневе у нас не часто увидишь администрацию на открытии и закрытии турниров. Это говорит о том, что центральные власти автономии лицом смотрят на спорт, поддерживают юных шахматистов и вообще юных спортсменов. Достаточно тепло и достаточно хорошо. Гагузи, правильно Василий сказал, я его поддержу. Действительно, в последнее время у Гагузи появилось очень много результатов. В первую очередь выросло количество призеров чемпионатов Молдовы. Появился чемпион Молдовы. Дети стали участвовать уже в международных соревнованиях. Многие из них получили международный рейтинг. И число участников, число спортсменов с рейтингом международным из турниров в турнир растет, потому что турниры обсчитываются систематически. Полина Михайлова уже не первый год играет за сборную, постоянно стаивая честь автономии. Вот Андрей Константинович действительно вошел в состав Гагузи, в состав Национальной Федерации Шахмат и уже напрямую защищает интересы Федерации Гагузи в президиуме Федерации. Могу сказать, что, по-моему, мы три соревнования включили в план Федерации. Уже включено три мероприятия в план Национальной Федерации на будущий год. То есть Гагузия идет большими шагами вперед в плане шахмата. Я буду говорить только про шахматы. Мне выпала честь, по просьбе Андрея Константиновича, мы все-таки выискали возможность, чтобы я здесь преподавал шахматы. Спасибо вам. Ну, не наиболее современным деткам, а смышленным, скажем так. Все дети современные, все имеют пользоваться различными шахматными программами, все следят за чемпионатами мира. Что хочу сказать, что детки действительно крепкие, хорошую конкуренцию составляют на чемпионатах республики, забирают у нас медали. На меня уже в шахматной школе Кишинев вот так начинает косо посматривать. Но, тем не менее, это приятно, потому что именно в конкуренции рождаются сильнейшие. Потому что самая честная борьба – это конкуренция. А шахматы – это, ну, на мой взгляд, не просто интеллектуальный вид спорта, а один из самых чистых видов спорта. Потому что здесь все слова уходят на второй план, все подсказки, как бы ты ни был сильно физически развит, все решает просто самый чистый вид. Поэтому я надеюсь, что в турнире, который сейчас проходит, победит именно сильнейший, победит честно. Наставники спортсменов отметили, что такого рода турниры сближают ребята, дают колоссальный опыт, чтобы идти вперед. Они рады тому, что их приняли тепло. Вы знаете, мне хочется начать немножечко с другого. Какой район, какой город может проводить соревнования каждый месяц? Только Камрад. Я сразу и отвечаю на этот вопрос. 25 декабря мы расстались, 27 января уже встретились. И когда, это 6 марта у нас чемпионат Молдавии, и будем работать, работать, работать. Спасибо администрации города, спасибо администрации района, спасибо непосредственно и Башкану, наверное, за помощь именно в шахматах. Андрею Чешмиджи, Александру Гребененко, Николаю Васильевичу, который прикрывает тылы этих мероприятий. Первый раз в жизни вообще, они на первых же соревнованиях, ну и каждый набрал какого-то опыта, какой-то познакомился, наверное, со своими друзьями, девочками, мальчиками и так далее. Я надеюсь, будут расти и творчески, и физически. Два года приезжаем в город Камрад, мы знаем, что Камрад очень серьезную конкуренцию имеет, и мы рады, что наш шахматный клуб приглашает на такой серьезный турнир. Этот турнир сегодняшний очень знаменательный, как по подсчетам 14 команд приехали из Молдовы, считается, что не региональный, а национальный турнир. И мы очень рады тут участвовать и хотим, как всегда, взять хорошие места и показать свою шахматную силу. Наши ребята играют хорошо, мы стараемся все время участвовать во всех турнирах национальных и интернациональных, и стараемся всегда выигрывать и показывать хорошую игру. Шахматы развивались, до этого развивались не так сильно, но в последнее время в республике и на юге проводится очень много турниров. Мы рады, что шахматы начинают развиваться хорошо, много очень детей, которые желают заниматься шахматой. Популяризация шахмат очень большая, и мы рады, что наши дети занимаются таким хорошим видом спорта, как шахматы. Пришел по приглашению здесь в автономии, и очень благодарен и очень рад, что видел такой шикарный клуб, очень современный. И достойно, что я думаю, что в будущем будут и чемпионы Молдовы, и чемпионы Европы здесь, потому что по лицам детям видно, что они хотят стать чемпионами. Шахматы, как говорят, виктория, а партия не луптатурилор, не висатурилор. Это скопия, я сейчас знаю, как у меня. А игра идет пока у меня ровный счет. Одну партию проиграл, одну выиграл. Ну, как сказать, если я проиграл, я накопил опыт. Я не обижаюсь. Дети иной раз плачут. Вы не плачете, вы выиграли опыт. Никогда не плачете, когда проигрываете. И это очень важно. Глава Камрадского района Иван Топал отметил, что в этом году расширили географию соревнований и приняли около ста спортсменов. Для них организовали не только хорошие условия, но и культурную программу. Мы, конечно, проводим это благодаря тому, что Ирина Федоровна нам всегда правильные указания дает, что мы должны сотрудничать не только в области культуры, в области спорта и других областях. И мы, как показывает сегодняшний день, уже, видите, географию расширили. Практически сегодня у нас полмолдовы и больше сегодня присутствуют здесь в зале. И с большим интересом у вас глаза у всех горят. Вы сегодня, вчера вот начали мы турнир, три дня проходит турнир. Мы в этом году решили чуть больше потратиться. Мы увеличили денежные призы. Я уверен, из вас самые сильнейшие выиграют. Мы завтра по завершению этого турнира будем вручать денежные призы. И, конечно, тот факт, что сегодня вы смогли увидеть немножко историю нашу, побывав в музее в Вишалме. Я думал, может быть, мы немножко, ну, как-то не вписываемся. Мы хотели вам показать, чтобы вы поехали в Чедер-Лунгу. У нас есть прекрасная возможность показать конеферму там, где занимаются именно разведением. Единственная конеферма. Да, орловские рысаки и другие виды породы. И в следующий раз, я думаю, что будет такая возможность, мы обязательно экскурсию проведем в Чедер-Лунге тоже. Мы уже проводим четвертый год мероприятия, такие турниры. И стараемся в год по два раза даже проводить. Уделяем огромное внимание этому. И мы чувствуем, что в правильном направлении идем в Вишалме. Потому что у нас есть чемпион, мы имеем кем гордиться. И как было сказано, не только в этой области, у нас вот буквально недавно, да, Сергей Георгиевич представлял чемпионов. И были вручены им денежные премии, порядка 400 тысяч леев. И там мы видели, первые места занимали наши спортсмены и по вольной борьбе, и по тэквондо, и волейбол. И все виды спорта практически охвачены у нас в Гагаузии. И мы радуемся, Елена Федоровна, вместе нашим успехом. Победители были выявлены по двум группам. А и Б. Среди взрослых девушек и юношей первое место среди мужчин занял участник из Кишинева Сергей Барган. Среди женщин лучшей призвана Екатерина Кирякова из города Камрад. Среди юношей первое место занял шахматист Владислав Кендигелян из Бессарабки. Среди девушек Александра Чаруца из Кишинева. Среди детей лучшими стали Устин Бузня из Бельц, Виктория Манзан из Флорешта, Андрей Мордарий из Камрада и София Андроник из Синджерей. Все получили дипломы и денежные премии. В городе Бельце 28-29 января проходил международный турнир «Ама-тур», в котором приняли участие свыше 70 спортсменов. Соревнования проходили в четырех категориях, где теннисисты были распределены по рейтингу, независимо от возраста. С Гагаузи приняли участие 10 теннисистов-воспитанников клуба «Антария» Савдарма и Камрадской детской спортивной школы в сопровождении двух тренеров Милентии Николая и Милентии Анны. На хорошем уровне провела свои встречи юная Милентии Виктория, воспитанница Камрадской школы, однако проиграв три встречи, она не смогла занять призовое место. Хочется отметить Касымалину, которая уверенно прошла под группу, переиграла опытного ветерана Дубровина Евгения и еще ряд побед прошла во второй тур, но уступила в итоге в ключевых матчах. Отличный результат показали воспитанники клуба «Антария» Савдарма в категории «Хобби». Третье место занял Арнаут Александр, победив в шести играх и уступив лишь одну встречу теннисисту из города Бельце. В категории «Авансати» весь педестал заняли теннисисты из Гагаузии. Первое место из Азжимарина, второй Лозов Дмитрий, третье – Касымилена. В категории «Оупен» выступили трое воспитанников клуба «Антария» Савдарма, Каргалак, Марина, Толкчан Анастасия и Касымига. Ребята уверенно прошли первый тур, обыгрывая опытных теннисистов. Громкую победу одержал Касымигар со счетом 3-2, переиграв опытную призерку Молдовы – Лещинскую и Инну. По итогам турнира Касымигар расположился на третьем месте, за что был награжден медалью. Хорошую игру показали Горгалак, Марина и Толкчан Астер, расположившись по итогам турнира на третьем и четвертых местах. Теннисисты из Гагаузии показали отличный уровень подготовки на этом турнире, завоевав несколько призовых мест на международном турнире. Сует отметит, что неделей ранее в городе Бельце прошел первый тур командного чемпионата Молдовы по 2011 году рождения, где приняли участие 16 команд девочек и 21 команда мальчиков. Команда сборной Гагаузии заняла третье место. Для воспитанников секции Тейквондо в муниципе Камрад часто проводятся сборы на базе спортивного лицея, куда приезжают спортсмены из Кишинева. В течение двух дней ребята с профессиональными тренерами проводят тренировки, оттачивают свое мастерство. Такого рода спарринги дают возможность набраться опыта, подтянуть и выучить новые приемы. Как отметил тренер Вячеслав Дрогой, дети с большим рвением принимают участие в сборах. Сегодня и завтра мы проводим учебно-тренировочный сбор на базе спортивного зала регионального спортивного лицея. Сборы у нас по Тейквондо. Участвуют в сборах порядка 100 спортсменов. Приехали к нам команды из регионального спортивного лицея города Кишинева, специализированной спортивной школы номер 6 города Кишинева, несколько клубов тоже из Кишинева. Наши спортсмены участвуют в этом сборе регионального спортивного лицея, детской спортивной школы при Примарии. Как я уже говорил, порядка 100 спортсменов. И почему мы проводим эти сборы? Потому что начался новый учебный год, впереди ответственные турниры, ответственные соревнования. И нужно потихонечку уже готовить наших спортсменов, чтобы они втянулись в этот режим, чтобы они уже праздники прошли и как-то были готовы к тем состязаниям, к тем турнирам, которые им предстоят. Огромное спасибо. Хочу выразить благодарность руководству регионального спортивного лицея за возможность предоставления спортивного зала, общежития, питания для спортсменов. Благодарность огромное руководству муниципальной спортивной школы, что предоставило возможность нашим детям в плане экипировки, в плане медицинского обслуживания, чтобы дети могли комфортно себя чувствовать во время тренировок. И чтобы наши дети знали, чувствовали, что есть поддержка не только со стороны родителей, но и руководство спортивных школ, руководство наших старших товарищей. Это первый сбор в этом году, это первое такое крупное мероприятие, которое мы сделали. Мы его сделали с целью выявить более талантливых спортсменов, с целью обменяться опытом, чтобы дети привыкали работать, чтобы подготовили их к соревнованиям. И от своего имени тоже хочу выразить огромную благодарность руководству спортивного лица за предоставление зала и материальной базы. Большое спасибо руководству муниципальной спортшколы за возможность нашим спортсменам выезжать на такие мероприятия, за предоставленную материальную базу, за экипировку, за медицинское оборудование. И от своего имени также хочу пожелать удачи, как нашим, так и остальным спортсменам города Камрад в достижении результатов в 2023 году. Сегодня на базе спортивного лицея города Камрад проводятся учебно-тренировочные сборы по тэквондо. На этих учебно-тренировочных сборах принимают участие пять команд. Это четыре команды из Кишинева и команда муниципальной спортивной школы. Это первое спортивное мероприятие в этом году, и оно идет как первый этап подготовки к следующим чемпионатам Молдовы и чемпионатам мира Европы в этом году. Вид спорта тэквондо взял свое начало в муниципальной спортивной школе примарии города Камрад. И сегодня мы уже видим, какое развитие, какой охват детей и развитие данного вида спорта у нас в городе. Во-первых, хотел сказать большое спасибо нашим гагаузским друзьям, значит, и спортивной школы муниципальной, как бы, и, не знаю, региональной, директору, большое спасибо Геннадию за приглашение и за то, что они сегодня организовали такой красивый праздник, как начальный подготовительный этап нового сезона. Сегодня собрались более 70 спортсменов. Это как хороший шаг для того, чтобы начать наш сезон к предстоящим стартам, которые пройдут в марте месяце, открытый турнир будет в Молдавии, потом будет чемпионат мира по взрослым, соответственно, будет еще турнир международный. И хотел бы отметить региональную, само собой, федерацию Тэквондуо Вячеслава, который, ну, работает днем и ночью, сколько мы встречаемся, общаемся, всегда переживает, старается делать все возможное, чтобы спортсмены развивались и шли только вперед. Значит, от нашего лица, скажем так, с Кишинева, хотел сказать, что мы всегда будем поддерживать друзей с Гагаузи, так как мы работаем плотно уже много лет. И хочу пожелать успехов нам всем, потому что чем чаще мы соберемся с сильными спортсменами, мы становимся сильнее. Поэтому спасибо большое. Вы знаете, мы думали, где организовать, как организовать. Ну, Вячеслав просто красавчик, что подошел с таким хорошим предложением, что, пожалуйста, мы очень хотели бы сделать сбор, организовать здесь. И мы с большим удовольствием согласились на его предложение и получилось даже очень замечательной, как вы видите. Поэтому спасибо большое вам за приглашение. Баскетбольный клуб Молдова по баскетболу 28 января в столице страны состоялся седьмой тур в рамках высшей лиги чемпионата Молдовы по волейболу, где принимает участие недавно созданный баскетбольный клуб «Камрад Хорсес». В рамках данного тура баскетбольный клуб из Камрада встретился с одними из лидеров высшей лиги чемпионата баскетбольному клубу «Бельц», которому уступил со счетом 85-128. В восьмом туре высшей лиги чемпионата Молдовы по баскетболу «Камрад Хорсес» встретится с баскетбольным клубом «Нортланд». Встреча состоится 5 февраля. Федерация футбола Молдовы распределила 100 миллионов лев, которые были получены от УЕФА по механизму солидарности благодаря выступлению шерифа в групповом этапе лиги чемпионов 2021-2022 года. Среди тех, кто получит деньги, ряд футбольных школ из Гагаузии. Больше всего получит клуб «Огусборд» 114 тысяч долларов. Всего 100 миллионов лев будут распределены между 84-мя футбольными школами и 7 клубами Суперлиги Молдовы. Из футбольных школ больше всего получит Академия Зимбру, 198 тысяч евро Академия Буюкан, 198 тысяч евро. Гагаузские футбольные школы получат следующие деньги. У «Госпорт» 114 тысяч долларов, у «Мутлук» 72 тысячи долларов, спортивная школа «Камрад Маяк» 18 тысяч долларов, «Дюз США» номер 2, «Чедерлунга» 18 тысяч, спортивная школа «Копчака» 15 тысяч долларов, футбольный клуб «Чедерлунга» 15, футбольный клуб «Вулкан» 15, «Дюз США» «Кангаза» 15 тысяч долларов, муниципальная спортивная школа «Чедерлунги» более 8 тысяч долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова